всем привет ребята выезжаем из азбеста но еще не до конца прям выезжаем поехали другой карьер поискать да кому интересен ролик про про сам азбест про сам город то ссылочка будет в описании этого ролика ну и собственно вам приятного просмотра приходите смотрите город нас конечно поразил знаете как бы поразил не с такой приятной стороны поразил со стороны что так все законно там это капец вроде крупная карьера вроде крупное предприятие но что то там вообще как то с городом они вообще никак не дружит в общем как и так но и после часмут мы найдем второй час карьера чтобы заплатить майк посмотреть и вторую часть вторую сторону карьеру дальнюю сторону луны мы потом поедем на поселок рифтинский там уже буду телефона все снимать, проедемся до Ревчинского, может успеем там в Заречный, посмотрим как по времени сейчас 12.45 21 ноября темнеет уже в 5, поэтому надо успевать а, мы на эту круговую выехали, типа из которой выезжать то есть город разделен на две части это карьер их разделяет вернее его город, и при этом карьера постоянно расширяется и получается, что город постепенно съедает с этим карьером, вот реально при том, население у него сокращается с 90 до 60 тысяч ну то есть, как бы карьер, скоро все съезд тут, проглот проедет через территорию срогового пропуска интересно, может там все перекрыли посмотрим сейчас куда укремся едем вдоль железки тут уже какие-то отвалы начались непонятные очень интересные так, читаем кладбище Азбестовское городское кладбище крутяк мосты отвала уже не видно за отвалами, я так понимаю это карьер то есть на отвалы подняться, то там еще в карьере так, карьер вот, да налево за ним блин, тут остановиться прямо на карьер забраться не, ну я заберусь то снимаю думаешь? нет, там еще неизвестно вот съезд на карьер есть поезд, ребята, едет сейчас надо как-то спуститься туда вот карьерчик смотрите какой ну он 11 километров продвигается вот там вдалеке машинка едет и она маленькая очень но всей глубины тут не видно сейчас мая красивая красивая едем дальше смотрели за мостом вот он ааа, что он мне 4,4 километра показывает ааа понятно он неправильно показывал потому что он говорил типа снизу надо подъезжать ясно поэтому такое расстояние было большое на самом деле меньше ну и все тут чуть-чуть проехать то он судя по карте сокращать не будем там тупик ну считаю тут тогда если они не расширились в эту сторону да рассмотровая есть асфальтированная ребята смотрите подъехали какое тут все карликово ездит вон белазик едет короны кстати больше белазов экскаватор экскаватор да внутри техники это много работает да они просто грызут что ли пород грызут расширяются жесть блин ребята ну это тема ну может когда-нибудь осмелимся и запустим он туда в общем майка запускали у него к сожалению сейчас горизонт опять ну криво не опять ну короче надо будет калибровать выравнивать да подвесной камеры в общем там все работает движется вообще блин пальцы замерзли минус 2 градуса ну вообще так холодно в общем сейчас поехали до Ревкинского все ребята все с мавиком будет все включено в основной ролик по про асбест да погнали прям счастье блин поездили замерзли ой что это вам там бутерброды предлагаешь бутерброды давай ой машина я не выключала как тепло здесь классно давай бутер а это у меня да сейчас подожди настрою давай бутер ооо тепло Ревкинский ребята приятного аппетита ой сейчас так насталил Ревкинский 31 километр ну что как-то неправильно насталил ну ладно сейчас поедем у нас даже мама сегодня подошла карьеру и посмотрела хотя она будет с высоты так вот смелеет с возрастом смелеет ну а так что ну вообще классно так время что у нас час час восемнадцать он показывает что в час пятьдесят туда приедем в Ревкинский по Ревкинскому проедемся ну тут я только на телефон буду снимать там на камеру ничего не буду снимать ну и собственно потом там по другой дороге выйдем наверное за речной успеем заехать до темноты думаю нормально будет так что погнали путешествовать как всегда выходной день двадцать первого ноября вообще какая-то карьерная зона все раскопано вокруг выкопано перекопано добыто дороги здесь конечно очень усталые и очень плохие хотя вроде в городе промышленности много блин что-то как-то все вообще тут плохо с инфраструктурой с его вернее качеством прям вообще ну кому интересно ролик посмотрите там более подробно видишь Малышево Ревкинск появился Азбест мой город и судьба блин да это вот знаешь это так звучит что ну все пропало я тут живу как бы ну вот все хреново но это моя судьба вот как-то так цены на топливо Азбест Газпром 92-42-55 ничего себе 95-45-45 офигеть это ценники в какой больше больше у нас 40-60 92-й в городе ну а любимый магазин всеми светофор ужас здесь работает город процветает вот честно скажу такое ощущение что здесь заводы ни один не работает раз город не процветает так лада какая-то тут Урал Ати тут интересно как такой дом сделали да там делали из белого кирпича потом фигас закончился из красного да начали смотри дальше вообще красиво так отвал видишь ну да отвалы но они старинные деревья выросли здоровые уже выезжаем из города с бест я рад даже что выезжаем потому что там такие дороги я думал колеса ставим машинка она подумала что блин лучше бы я в лес поехал там и то дорога лучше надо будет там нам заехать за провизией еда закончилась бутеров не хватило время уже 10 и 2 нормально так интересно табличка была населенный пункт и все а от сады наверное века север 2 протекает маленькая интересно рядом озеро Окуневское он длинный просто он сзади вот так озеро мы не увидели Окуневское мимо приезжаем она за лесом ну ладно лес все время меняется то береза чистая то раз резко сосна длинная то раз береза опять смешанный пошел красивый лес тут деревья высокие прям вообще высокие видно что им солнца не хватает они не потянутся заезжаем в Рефтинский всем отсюда привет ну если вдруг так случилось получилось на меня наткнулись так и что мы здесь заехали сейчас мы ищем где это фабрика птица фабрика у них смотри даже тут домики интереснее вон вижу чем в Азбесте ревтинская крест ревтинская птица это что есть на птице у нас что за здание интересно такое строится сущен табличка это как у города хорошего ревтинский 66 год 1900 ревтинский автовокзал смотрите вашему вниманию кировский магазин там домики какие-то хорошие ну сейчас предлагаю про него проехаться так сейчас проедемся непосредственно по городу ну по этой части потом уже через гряз там через мост переедем на другую часть ревтяночка магазин сейчас где-то будет ревтяночка вообще невзрачная невзрачная вот ревтяночка ревтинская что там продукция стандарт качества дома поаккуратнее уже все разом пятиэтаж справа что там интересного непонятно ну там с той стороны кейки мир одежды так так вот прямо у нас что-то да центр культуры искусства тут аллейка для прогулок неплохая такая на право там нечего смотреть хотя там есть часть города ну да ладно так первостроитель посвящается центр культуры искусства это ребят ой у них тут пляжи есть вон смотрю по навигатору пляжи даже катать а да с тремя экстремальные виды спорта тоже круто шина домики конечно ну как так скажем не ну домики ты смотри ярче смотрятся ну как бы попроще красивее вернее хотя вроде тоже старые чем-то наш город напоминает больше там у них пляжи мы на пляже не пойдем потому что там все замерзшие в принципе где-то дороги не раз так так ребята выезжаем выезжаем так знак стоп только я не нашел где фабрика птица фабрика у них ну ладно сейчас там где-нибудь становимся масштабненько ну не как в галюске конечно но красиво смотря на видишь вообще же не замерзл водоем так как водоем у нас называется грифтинское озеро ну большую подохранилище подохранилище новое красота там продолжается грифтинская крес ребята а вон наверно может рядом миску то делается ну да она же вонючая птицефабрика ужасно вонючая и кстати надо куда-то сбрасывать там речка должна быть так интересно вот одна сторона да видишь как обделана красиво покрашена а вот это нет оттуда приезжают не ну отсюда тоже приезжают или может они не заделали еще грифтинская адрес сэгэк сэгэк рыбхоз еще да ладно где ревчинский рыбхоз а где он тут что я его не видел вот как это стоит ну ладно едем дальше ну что-то крупное прям какое-то тут вода теплая наверное бежит ну она правда не парит да так и еще ну на минус 2 в общем едем едем птицефабрики 9 километров в случае ну реально столько проводов рядом атомная станция Белоярская Заречный тут отсюда километров 60 и все равно грез тут я просто это удивляюсь мне интересно что дешевле по выработке вот это наверное грез или нет так это уже сооружение нехилое такое построено так здесь будет час поворот ага вот он куда машинки сворачивать да да ну и сооружение раньше строили это капец здоровое половины стекла правда нету но свет горит про энергосбережение тут никто не слышал уже наверное ну и не заботится по крайней мере тепло уже выходит ну и ладно не жалко завод теплит прямо нам налево да уголька уголька можно набрать все в сад о дрифтинская стандарт качества отлично кровальная насосная станция водичку подает чистую в город интересные системы очистки чем очищают то есть у нас в городе хлор по-разному уже могут где-то там серной кислотой где-то еще чем-то ревтинская птица фабрика стандарт качества что за слово такое стандарт качества стандарт качество все приедем а там магазина нет призыва фуру очередь ждут ревтинская 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 а тут все закрыто наверное мы ничего не увидим беда печаль ну смотри народу там много работает машин то куча да не магазин не только магазин а тут вообще все перекрыто видишь город заречный поедем заречный но попробуем другая дорога там через тюменский тракт проехать только надо сейчас дорогу найти никакого связи нету тут что-то какая-то зона где птица фабрика прям без связи специально видим отключение крутит крутит никак не накрутит ну ладно магазин ревтинский сейчас посмотрим что там имеется надо коту кстати поесть купить у него закончилась а это только это подожди а вот ревтянский выбирают предмежки кстати пельмени у них вкусные ревтинские пельмени вот обязательно вот они ревтянский ревтинский вообще вкуснец мясной шарик какой-то куриный ну и ревтинский пельмени ну и вот перекусить дорогу голени ну все путь дорогу следующая остановка заречной ну как бы по типу по другой дороге пойдем что мы все так кажется видимо на бугре стоит это шланг дорогу совсем плохенькая стала ну а там мостик это все закрыто это там вот какие-то дорога закрытые ну ладно там машина он едет из фары да да он идет но а как он идет это же не лед он видно а это кстати он рыбхоз как он идет лед что ли по воде или мелко там 6 еще это как-то не понятно идет люди которые ходят по воде 6 6 интересно ну ладно тут какие-то видишь постройки на реке ну ладно едем дальше а ты что такое золот отвал какой-то ревчинской производственной базы нам направо на главную объехали все это дело это место но замерзший ну и погнали да нам реально везет на такие дороги ну я убираю маршрут хотя яндекс говорил нормальная дорога кстати еще песком или золотом посыпано смотрю слева можно по встречке справа золото отвал ребят может золото хоть наберем дорога не улучшилась дорога не улучшилась сейчас еще не ухудшилась мы сейчас решили что километра 4 проезжаем если дорога такая же плохая разворачиваемся просто если бы с папой вдвоем мы проехали мама сзади трясет сильно прочитаем внимание проезд под гидрокиней закрыт по решению Ленинского города Екатеринбург от 1 08 до 2011 запретная зона проезд запрещен закрыт а что тогда открыто все решение суда главное закрыто почему закрыт о поехали здесь развернулись и значит так будет едем обратно и вон еще машина едет и не по-любому туда поедет им пофиг было была у нас еще одна мысль опять развернуться опять через кирпич поедет ну папа предложил ну маму сразу такой взгляд стал хищницы и вот мы решили не разворачиваться а ехать обратно этой дороге мама сказала что мы обещали типа что не поедем по плохим боится боится а так бы золото могли собирать золото богатыми ставить уехали бы сейчас сразу куда куда бы на мальдивы пусть это острова ну все поедем свои трещобы обратно без золота этой же дорогой смотрите едет пятнашка у нее что там две трубы что ли сзади точно две трубы офигеть смотрю дым идет из двух труб то ли разветвление просто то ли может там гоночный вариант трактор но в образ снова через реченский проезжаем короче надо сейчас заречь нам успеть заехать я думаю должны успеть то темноты быстренько по нему проехаться а потом дальше посмотрим куда домой ну или ковки заехать ну и ладно поесть то всегда можно темное время сюда он там вдруг вкуснятина кое-то не почему позвоню посмотрим не в косульной еще хотели заехать с газиров купить короче дел опять полно таких дел не деловых но очень вкусно посмотрим все вот фиг успеется блин что такой день короткий медведев еще виноват в этом на час крутил нам день засранится избежал с президентской поста обратно немного можно побыстрее поехать дорога знакомая посмотри отвал отсюда спутывается я думал облака сначала офигеть землю люди раскопали такая в березовском же тоже там все раскопано там же песчаный какой-то бриск сказал песчаный золотые бриски там березовском отвальчики отвальчики снова азбест ну сейчас проедем через как навигатор кажут через промышленную зону центральная карьера рудоуправления ну он не настоящий игрушечный какой-то а в улице как игрушечный да и маленький он слишком завод реально тут пашет ну перерабатывающих карьер при заводе сейчас табличка же была там все работает столько техники на завод нищете какой-то держит о этот город дороги плохие все плохое что за такое вот это вот бывший стадион строитель от него все что осталось на его месте гаражи построены ужасы ужасы забор такой красный классный такой красочный да непонятно как сейчас надеюсь заречный успеем доехать вроде как успеваем 4 часа показывать будет контраст как раз такие вот этот город да и тот интересно фур 700 дорог недоставщики в общем никак не можем выехать из производственного этого района Азбеста кому потому что тут железные дороги был короче поезд ехал едем дальше блин а он мне поделиться на заречный это показывает свернуть там ну ладно посмотрим ну раньше есть поворот раньше но там дорога плохая ну как она может и нормальная но она вся соленая грязная была да а есть дорога вот через тюменский тракт где-то будет перекраска вот такие экземпляры тут есть красивый домик но не домик сооружения здесь некрасивый помещение под офис ну это видишь табличка ну это стрелочка туда нормально реновация реновация тереть формиционный портал сколько пока еще не про тот поворот хорошо лиса поворачиваем ой сделал ушел направо это отлично мы налево надеюсь дорога не загружена сейчас подойдем к тому поворот посмотрим если может не так уже грязно там все выдвигаемся по прямой газельку еще где-то обогнать машинка чистая пока не запачкалась завтра хотели под нее залезть посмотреть что там после похождения по лесу есть повреждения или нет такой здесь не видно есть мастер . нет спасибо как она прет состоялась состоялась надо точно чуть-чуть нарушил ну блин встречки не было завершил после я сейчас не знаю правда это нарушение а не нарушение считается раньше как бы не было нарушения сейчас вроде когда ну хотим побыстрее доехать до заречного ибо блин вот сегодня облачно кстати еще быстрее стемнеет было бы ясно не так все равно охота проехаться и на камеру снять и так на телефон вам покажу интересный город поворот заречный 18 километров у нас тут сколько 16 ну ладно короче там грязно мы не поехали машина чистая отмытая чтобы не марать и приехать чистыми лучше поедем по чистому асфальту не включал но вот в гору сейчас перли тойоту гоняли втроем полный багажик у меня даже видно что за чуть-чуть колеса присели прет вообще на 140 так вот так разогналась этот двигатель просто он не турбированный но как турбированный круто нравится как едет так сейчас поворот уже будет направо надеюсь автобус туда не поедет править пожалуйста прямо вонючая да вот это фирменная ну 3 литра 300 рублей нормально все свернули с дороги ну вернее на другую дорогу до Екатеринбурга и до Заречного 11 минут показывает или нет ну есть только какой поворот грязный не грязный все посмотрим навигатор то дальше ведет он через центральные дороги ты куда поворачиваешь вдруг вроде чисто и лес 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 глухой и дорога плохая нормально да нам налево вы навигатор смотрите но тут наверное это атомная станция всю территорию нормально все я вот остановку модную вижу таких остановок еще надо поискать видишь как нормально проветриваем леска железка железочка электрофицированная тоже ну слушай тут прям крупная куда она негтяну хотя нет там атомной станции ну ладно да 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 вроде кажется тут резки так ну вот куда-то выезжаем наверное сады мы чуть-чуть с другой стороны видим конечно заречного не совсем традиционный с которым увезли ну да ладно теплопромышленная зона какие трубы тут мощная мощная запорожец висит какой бизнес инкубатор завод уральский завод огнеупоров путь хана строили инкубаторов как говорится и бизнесом назвали ага а вот мы приехали можно сказать мы с другой стороны приехали вот он заречный появился ну как появился это мы в нем появились заречный кто тут был а мы вот путешествуем поверните горит налево но мы не будем налево поворачь мы поедем прямо потому что мы наверное хотя надо было поворачить налево ну ладно проведем так да ну смотрите вот домики возбестим мы там ездили все облезло либо тут домики все покрашены фонарики рыжие все красиво все чинно прям супер только тротуар а тротуар есть а что не по дороге не знаю не знаю если интересно можем отдельно приехать и на камеру заснять на gopro снять рассказать историю города что тут есть интересного вот и так далее ой субарик какой веский хорошо вот еще домики красивые тоже как они отделаны красиво а тут вот центральный вход в Беловярскую атомную станцию кстати ролик есть у меня где-то на канале надо его найти мы там прогулялись прямо до самой атомной станции такая хорошая дорожка сделана прогулочная для велосипедистов отдельно то есть ну вообще крутяк полный просто классно ну и сейчас мы тут по окраине проедем и через центр все так разноцветно красиво летом тут еще красивее сейчас зима как бы осень даже скажем так не очень все да будет сейчас мы здесь проедем мимо пельменной которую закрыли которую клево было тут вообще пельмени огонь были в каком-то из этих зданий смотри как узко да это двусторонняя дорога между прочим еще и вот стречка едет но он должен нас пропустить здесь сейчас танк будет справа танки заснять хоть вот тут красота рядом прям с пушечкой стал с гаубицей кадр просто огонь да ребят в общем тут что я могу сказать то что местная власть и промышленность местная заботится о городе сделают его красивым благоустроенным то есть людям здесь я думаю наверняка приятно жить кстати всем привет от заречного расскажите как у вас тут жизнь продвигается тут у них стадионы есть всякие спорткомплексы ну классно город небольшой ну конечно поменьше азбеста я так понял но красивее так что сейчас еще через центр проедем интересную тему решили сюда свернуть посмотреть что это такое уже тут красиво однако такие я бы сказал очень типа набережная водоемы набережная дворечного в общем вот в этот водоем втекает вода из атомной станции Белоярской соответственно она теплая поэтому все так не замерзает сейчас но она не участвует в основном процессе она используется чисто как охлаждение реакторов поэтому потом сбрасывается сюда здесь даже рыбачат и температура воды зимой плюс 10 градусов как нам говорили поэтому вода вообще теплая парит классно ребят ЗАГС такой маленький мы вернулись что у нас в городе он здоровый кстати во многих городах я видел маленький с 3 5 этажки покрашена еще классно вот зачет надо обязательно сюда как-то отдельно съездить там с камерой поездить рассказать по городу почитать наши руководители города ездили сюда но но что-то плохо обменялись потому что у нас дома все обшарпанные все женские вот кто-нибудь из руководителей посмотрел нашего города вот какой вот этот маленький город русатомусский тоже как у нас все близко стадион стадиончик прям такой кстати нехилый футбольный тут у них еще какая-то тропа есть для прогулок тренажер как где-то сейчас через центр проедем и на выезд поедем до Касулина там пивка возьмем газировки что-нибудь покушать в общем что там было детский магазин в общем все самое вкусное так ты не здесь нет я там прям оттуда начну чтобы проехать нормально все заснять обратите внимание на заборчики выкрашенные фонарики выкрашенные где-то вообще ярко это смотрится они может обновляют еще да ладно блин что за реновация что за непорядок и это вот ребят центр города ох смотри ровесник то другим цветом раньше был покрасили его и кранчик прицепили красиво еще тема олеечка такая оформленная аккуратненько мы приехали окей Алиса Алиса Косулино и самое главное тут дорога ровная тоже не разбитая как-то все уже фару включать темнеет махом так поехали через двор навигатор что-то повел ну посмотрим как тут живут люди не там а свернул оказывается а что тут все так ездят вы че блин что за потоки машин так смотри чистенько так тут где-то баки аккуратно так сделано какие-то розовые фонари уже пошли даже внутри вот внутри города вот тут не рядом центральная дорога видите ну и сейчас увидим уже скоро на центральную дорогу и на выезд поедем кстати не по Тюменскому тракту там через деревню Косулино а домой уже наверное поедем все-таки по трассе потому что стемнеет и по трассе как-то уже мне кажется попроще в темное время суток чем через деревню ну и смысла нет потому что не поснимать спокойно поедем как удобнее и безопаснее это кто у нас собачка мопс хозяин не болеть а ждут дома вот так вот памятничек не знаю хорошо заечный поворачиваем 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 центры тоже не помню ну и ладно не из-за низы подумаешь так разворачиваемся ну что я там все таки не стал под стрелку нарушать правила и повернул как как надо с развернемся на выезд направо воротим сейчас папа такую фразу броню вот нам тогда понравилось и сейчас понравилось где бы такого мэра нам взять все красиво было сделано в общем где-то есть табличка город мечты когда заезжаешь ранее это был закрытый город сейчас открытый все на выезд из города все проехали тюменский тракт и только до магазина суббота как пивной магазине будет было бы удивительно аптеки там рыба копченая структуру копчения горячего холодного всякого какая вкусная была не знаю но не разные по вкусу да что горячего горячего холодного холодного она такая более жирная помню да и жестко до горячего она как в духовке мусс ну ладно там разберемся главное готовьте деньги как говорится там не дешево полет точно телефонами это нет . да мы сегодня и вас вместе видели летал он от карьерами только так уже садится чего у нас скоро через 30 минут темнее дал ну ладно еще страшно но дорога раздвояется и быстрее можно поехать красивая красная облака вот она двойная пошла все надо косули на 8 километров осталось красота закат уже заказа катанный закат кадр хорош желание можно загадывать поезд завис прямо на 100 сосиска так сейчас уже через километра мы на мост забираемся и уже практически косулина уже видим вот эти лого центры с красивыми яркими красными облаками за день то прям вообще так главное сейчас не пропустить за пятерочкой да по моему там к осулина ехали . маркет ой а там смотри такое зарево и там еще как будто город на это облакат красиво так врачи магазина тесно тут маршрут алиса алиса снежинск сейчас как удобно искать то мы знаем где поехали что надо предложить через него ой ой много дорог нет алиса алиса по лесам не по лесам не хочется в темноте все суда и все запьем суббота же ну и чуть широк сердечки индейки к пиву ребята офигеть так вот это все вкусное я брал бекончики но и больше не хочется сырные бочонки рыбка все на придется как вы хочешь вот такую скоба или более менял глаза разбегаются через эти вот ребята пиво еще куча всего сахаре в легоровке короче сыр косичку все купил скумбрия холодного 2 пиво по литру и клубнику так потому что сегодня вечер у меня удастся в 1 буду монтировать а родители тоже все пивка литр газировочки что взяли еще в кумбрии тоже да короче у меня на 600 рублей вышло все все решили через трассу возвращаться хотя навигатор пытался нас провести через деревни но темно смысла нет снимать нечего поэтому поехали через трассу там вот опять что-то летит вещь самолет ну далеки или улетает на борт или поворачивать ну короче свет угасает ну да кольцо так нам прямо же в этот раз прямо нам не туда и смотрите там вереница какая машина навстречу все из города линяет из петербурга поехали по а что сегодня? суббота же? суббота ну хотя бы видимо на один денек куда-то отдохнуть а с той стороны нет такого потока ну и ладно мы раньше сегодня все ребят мы выехали на икат нам до дома 100 километров ну уже темно снимать нечего поэтому всем спасибо кто смотрел подписывайтесь на канал ну и всем пока пока крепкого здоровья не болейте удачи масло там масло мы забыли у магазина замерить ну и ладно сейчас уже 2945 будет скоро 3 ну вернем уже даже больше так что завтра с утра замерю ну и куда-нибудь присоединю какой-нибудь видео